Добрый вечер на канале Россия 24, программа Вести Ульяновск, студия Елена Гончарова и в начале коротко о главных темах. Оптимизация, как много в этом слове. К борьбе за качественную и круглосуточную медицинскую помощь в селе к жителям Нижних Тиммерсиан присоединились горожане из Барыша и сельчане Сурского. Образование должно быть современным. Шагать в цифровое будущее в регионе планируют, начиная с дошкольной скамьи. Возможность проявить себя, узнать что-то новое и немного отвлечься. В регионе прошел конкурс «Мастер-педагог года». В региональном отделении ОНФ обсудили вопрос закрытия круглосуточного стационара в Нижних Тиммерсианах. Напомним, с нового года в районной больнице хотели от него отказаться, но местные жители против подобной оптимизации. В то же время в редакцию поступают аналогичные сигналы из других районов области. Тему продолжит Эдуард Истомин. Нижняя Тиммерсианская больница в поле зрения ОНФ. Накануне круглого стола его активисты побывали на месте. Они интересовались мнением сельчан, медперсонала и управленцев от медицины. Речь о закрытии круглосуточного стационара. И вот резюме. «Предполагается вообще-то сделать благо, если так по большому счёту. Население должно получать качественную медицинскую стационару. Там, где есть оборудование, там, где высококвалифицированные специалисты находятся. Это находится в данной ситуации в районной больнице». Койки в стационаре сестринского ухода, убеждают чиновники. Они для палеотивных больных, которых нет. Вместо них обычные пациенты, которые на ночь уходят домой. А раз так, то достаточно и дневного стационара. «Будет дополнительный доктор. Появится койки дневного пребывания. Давайте посмотрим, будет ли это удовлетворять население». Районный депутат Александр Сидоров не согласился с коллегами. Он указал на удалённость других сёл от Нижних Тимирсян. Ходить за 3-9 земель пешком, считает депутат, в дневной стационар пенсионеры не смогут. Плюс с транспортом беда. «Но мы должны не только слушать, но и слышать нашего президента, что местные чиновники рвутся оптимизировать непонятным образом медицинские учреждения, при этом не слышат мнения населения. А сейчас мы им сделаем подарок в виде закрытия колоссового стационара. Почему должны страдать люди? Если отсутствует финансирование, надо искать финансирование». О ситуации с Нижних Тимирсянским стационаром знают и областные законодатели. Солидарное мнение по поводу его закрытия прозвучало перед последним заседанием ЗАГС Собрания. «Несмотря на желания главы администрации района и главного врача, это еще не говорит о том, что народ не услышан и круглосуточный стационар в этой больнице будет закрыт. Губернатор уже свое мнение высказал. И всем дал команду ничего не трогать. Вы людей-то сначала послушайте». Ситуация с Нижними Тимирсянами не единична. В ходе подготовки к последней прямой линии с губернатором Сергеем Морозовым от жителей области пришли другие жалобы на оптимизацию. Особенно впечатляет вопрос из Барыша. «В старой Тимушкинской больнице всех сократили. Остались педиатры-стоматолог. Терапевта нет. Барыши к нему не пробьешься. Очередь в 50 человек. С инсультом отправляют домой». Есть также новости из Сурского. Здесь в райбольнице якобы собираются закрыть инфекционное отделение. Но глава региона положил конец недомолвкам и слухам. Сделал это во время рабочего визита в район. «У нас стоит задача, которая озвучена была нашим президентом, о развитии здравоохранения, а не пуску кошек. Наше дело тем более поддержать его. Поэтому никакого инфекционного отделения закрываться не будет. И передайте всем, чтобы дать никаких распредельных разговоров не проходить». Бич пожилых сельчан – это сердечно-сосудистые заболевания. И отдаление медицины – это удар по правилу «золотого часа». Именно в это время можно реально помочь пациенту с инфарктом либо инсультом. «Почему у нас, например, за 8 месяцев 8% рост нет на сердечно-сосудистые заболевания? Был бы губернатор, он сказал, что столько денег ввалили в эти сердечно-сосудистые центры. Где результаты?» Но вот ирония судьбы. В оптимизацию сельской медицины заигрались тогда, когда строились эти центры. Об этом знают и в темирсианском поселении. Может, поэтому люди так сильно цепляются за круглосуточный стационар? Эдуард Истомин, Герман Баранов, Вести Ульяновск. Накануне в Москве прошло итоговое в этом году заседание Госкомиссии по борьбе с контрафактом. С 1 июня следующего года будет введена маркировка ряда молочных продуктов. Ну а сегодня меры по обеспечению поставок безопасных и качественных продуктов обсудили в 73-м регионе. О том, как в области ведут борьбу с фальсификатом, расскажем прямо сейчас. Лаборатория Центра ветеринарии и безопасности продовольствия. Здесь проверяют продукцию, которая скоро окажется на прилавках и в социальных учреждениях. Главный критерий – беспристрастность. Все пробы шифруются, чтобы исключить человеческий фактор. Есть перечень особо опасных заболеваний, которые ходят. Это у нас и бешенство, и ящер, и чума. То есть мы вот это исследование, постановку диагноза, согласно нашей лицензии работы, лицензии, которая выдана на 2-й, 4-й группу патогенности, мы имеем право подтверждать и выявлять заболевание. На особом контроле молочная продукция. Сначала проводится органолептическая оценка. Проверяют вкус, цвет и запах. Затем измеряются микробиологические показатели. Исключается патогенная микрофлора. Далее молочную продукцию проверяют о наличии генных модификаций. Кроме того, часто фальсификат содержит растительные жиры. Поэтому и этот показатель на особом контроле. Постоянный мониторинг позволил улучшить показатели по области. В 6 раз уменьшилось количество оборота некачественных и фальсифицированных продуктов питания в целом на продовольственном рынке Ульяновской области. Мы сейчас возьмем последний год нашего анализа на 23% в социальной сфере уменьшилось количество оборотов в фальсифицированной продукции. На мой взгляд, это очень хорошие цифры, которые сегодня достойны внимания. В последние годы в стране сложилась серьезная ситуация по лейкозу крупного рогатого скота. Впрочем, здесь 73-му региону есть чем гордиться. В этом году ветеринарам области удалось полностью оздоровить поголовье. Причем не только благодаря ужесточению технического регламента. Важную роль сыграл наш проектный офис, что в течение трех лет он был у нас утвержден в ведомственный проектный офис. Были выделены средства с областного бюджета. Была четко поставлена программа поздравлению поголовье. И результат мы сегодня имеем то, что имеем. Что сегодня производители молока вправе сдавать свою молочную продукцию на переработку. Есть и другие поводы для гордости. В социальной сфере 98% мясной продукции и 100% хлебобулочной местного производства. Планы на следующий год повысить этот показатель по растительной продукции, а также молочным и крупинным изделиям. Продолжат бороться и с фальсификатом на прилавках магазинов. Я думаю, что мы в следующем году усилим данное направление. С точки зрения защиты прав потребителей продолжим работу по добровольной сертификации производителей продукции, которые представлены в наших прилавках. И я думаю, что все-таки это послужит очень хорошей помощью нашим землякам. Для того, чтобы они выбирали длинный выбор в пользу качественного продукта. Курсанты автошколы Аграрного университета сдают экзамены по новой схеме при помощи цифровых технологий. Специалисты говорят, что проверка знаний в таком формате – это безусловный шаг вперед. Поэтому многим она пришлась по душе. Павел Игнатьев продолжит. В этой аудитории больше не тянут билетов. Новая схема основана на цифре. Удобный способ экономит время и исключает ошибки при проверке знаний. А главное – помогает варьировать процесс обучения. Как каждый конкурсант именно проходил обучение, на какие блоки следует нам обратить внимание. То есть, может быть, расширить дополнительные образовательные программы, что-то углубить, какие-то сведения. А сведений хватает. Здесь обучают водителей самоходных машин на все категории. В общем перечне – 45 билетов. В них 8 вопросов и минуты размышления на каждый. Курсант или экзаменуемый уже может сразу отследить, то есть, сдал он экзамен или не сдал. И выводится форма экзаменационного листа, в которой уже отмечено, как ответил он, то есть его результаты. На площадке – те же испытания, что и в традиционной автошколе. Отличаются только сами средства передвижения. Курсанты разворачиваются в ограниченном пространстве, преодолевают эстакаду и паркуются в гараже. Мы видим, вот по площадке расставлены конусы, он не должен их задеть. Выполнить он должен все правильно и грамотно. Вот, инспектор за этим следит. Учебные машины отличаются не только габаритами, но и своим предназначением. Лесники и охотники выбирают квадроциклы. Аграрии – машины погруппнее. Комбайн – не самый быстрый вид транспорта, но один из самых сложных в управлении. Это может подтвердить любой, кто хотя бы раз оказался в кабине. Во всяком случае, так было раньше. Сходу разобраться со всеми рычагами могли единицы. Сейчас задача куда легче. Машины российской сборки, блоки управления – тоже отечественные. Все на доступном языке. В этом году права всех категорий получили свыше тысячи человек. Причем 40% от общего числа обучились именно здесь, в Аграрном университете. С января новая схема заработает и на других площадках. В Рязановском сельхозтехникуме и в нескольких филиалах ДСААФ. Павел Игнатьев, Герман Баранов. Вести Ульяновска из Октябрьского. Чердоклинский район. В Ульяновской области уделяется особое внимание поддержке педагогов. При этом речь идет не только об учителях средних, школах и воспитателях детских садов. В нынешнем году в регионе прошел конкурс «Мастер-педагог года». Участие в нем принимали педагоги, работающие в профессиональных образовательных организациях. Три недели конкурсных заданий и испытаний. При этом без отрыва от педагогической деятельности. В локальных этапах приняли участие 86 человек. А на областной уровень в итоге были поданы 22 заявки. Система профессионального образования всегда удивляет. Мы проводили этот конкурс по очень многим номинациям. И, конечно, здесь каждый педагог мог раскрыться в чем-то своем. Кто-то в сайтостроении, кто-то в наполнении этого сайта, кто-то в методической работе, кто-то в открытых занятиях. Но хочется отметить, что нет ни одного повторяющегося занятия. По словам самих преподавателей, конкурс – это возможность проявить себя, узнать что-то новое и немного отвлечься. Помимо самих конкурсантов, во время финального этапа на сцену выходили и ульяновские артисты. Принять участие же могли практически все желающие. Единственное ограничение – педагогический стаж участников должен составлять не менее двух лет. Это колоссальный обмен опытом, это колоссальные знания, которые мы получаем от других людей. Это самоиспытание, это саморазвитие, которое происходит в процессе всего, на всех этапах. К слову, Елена, обучающая будущих поваров и кондитеров, в итоге заняла третье место. А первое досталось ее коллеге из техникума питания и торговли Эльвире Гачиевой. По словам победительницы, она вовсе не думала о триумфе и никак не ожидала, что получит главный приз. А еще женщина призналась – участники конкурса не были соперниками, а были коллегами. По окончании состязаний стали друзьями. Та шестерка финалистов, которые остались, мы все друг для друга стали поддержкой и опорой. У нас не было злости относительно друг друга. Мы все поддерживали друг друга и искренне радовались. Даже когда сидели уже награждения, мы не верили, мы не знали, кто какое место. Поддержка была. Конкурс проводится в Ульяновской области с 2008 года и проходит раз в два года. В будущем же он, возможно, станет ежегодным. Игорь Кранцев, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. С открытием новых социальных объектов улучшают и качество образования. Региональные власти подвели итоги и поставили новые задачи для развития профильной отрасли. Подробности в нашем материале. Строители завершают отделку. Лоск в новых группах наводят уже педагоги и родители. К открытию готовят самый большой в Барыши детский сад. Весной сюда приведут 280 малышей от года. Новый сад огромный. И то, что здесь есть бассейн красивый, огромный. То, что есть у детей возможность плавать, будет развиваться. Но мы хотим идти в ногу со временем и большой акцент сделаем на интеллектуальное, инженерно-техническое развитие. Создание новых мест в садах – задача федеральная. Саму отрасль подкрепляет дополнительные финансовые средства. В прошлом году на реализацию проектов мы получили чуть более 500 миллионов. В этом году более 700 миллионов. Но и это еще не окончательная цифра, потому что мы продолжаем участвовать в конкурсах. Я думаю, что эта цифра достигнет миллиарда. Вместе с инфраструктурой меняют и само качество образования. И прежде всего стирают границы между селом и городом. Точки роста теперь даже в самых отдаленных населенных пунктах. Кульбиты и воздушные фигуры исполняют дроны. Управление школьники освоили всего несколько месяцев назад. А вот на исследовательскую работу уйдет еще больше. В нашем лидерапарке есть экологическая тропа. И как раз таки с помощью квадрокоптеров мы ее снимаем. Потому что не у всех людей есть возможность приехать к нам в экшуат, рассмотреть там все. Поэтому мы решили создать проект по виртуальной экскурсии. Ребята помладше собирают роботов, знакомятся с новыми профессиями. Семьи современной технологии помогают и на уроках, и на дополнительных занятиях. Они могут попасть в виртуальную лабораторию, например, ученых-химиков. Или же посмотреть изнутри, как бьется сердце человека. Вы понимаете, это совершенно другое мировоззрение. Это совершенно другое образование. Это вот шаг в какой-то сделали сельские школы в будущее. Шагать в цифровое будущее продолжат уже с новой программой. В следующем году в школах планируют менять компьютерное оборудование. Современная образовательная среда для каждого учебного заведения обойдется в 2,5 миллиона рублей. Кристина Агафонова, Сергей Свешников. Вести. Ульяновск. Барышский район. Весь пьедестал почета. Так говорят о своем выступлении участницы ансамбля танца «Эсперанза». Девчонки из Заволжского района приняли участие в межрегиональном танцевальном конкурсе «Антураж», который проходил в столице России. Младшая группа в своей номинации заняла первое место. Девочки из средней группы привезли из Москвы серебро и бронзу. Были очень сильные коллективы. Мы танцевали с разными стилями, направлениями. Было очень интересно. Мы съездили, были на экскурсии. Было очень красиво. По словам преподавателей, подготовка к конкурсу шла почти год. Пришлось до автоматизма оттачивать все движения, отрабатывать самые незначительные на первый взгляд элементы. Как известно, только через труд и старание можно добиться успеха. Мы очень волновались и надеялись хотя бы даже получить диплом участника. Но когда жюри нас оценило настолько профессионально и достойно, было неожиданно и приятно была награда за отличную подготовку детей. Участников было много. Приезжали разные города. И Вологда, и Воронеж, и Волгоград, и Минск. Поэтому мы выступили достойно и остались довольны и горды своей поездкой. Впереди у юных артисток подготовка к новым конкурсам как местного, так и межрегионального значения. И на этот час у нас вся информация. Я желаю вам доброй ночи. Оставайтесь на канале Россия. Добрый вечер. В студии Ирины Шмыговой сейчас несколько слов о погоде. По данным областного гидрометеоцентра, температура воздуха ночью по области от 7 до 12 градусов мороза. В Ульяновске минус 7, минус 9. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, ночью сильный, днем умеренный. В ближайшие сутки атмосферное давление будет расти. Завтра днем по области от 2 до 7 градусов ниже нуля. В Ульяновске минус 4, минус 6. Будьте внимательны и осторожны. На дорогах местами гололедица. К этому часу о погоде все. Всего вам доброго. Ну все, внучка, подарки приготовил. Осталось только придумать, как будем поздравлять Россию с новым 2020 годом. Дедушка, но за столько лет все идеи закончились, и нам нужна помощь телезрителей. ГТРК «Волга» объявляет новый конкурс. Поздравь Россию с Новым годом! Запишите видео на смартфон и отправьте ваш ролик нам. Авторы самых популярных видеороликов получат призы от нашей телерадиокомпании. Все подробности на сайте gtrk.defis.volga.ru Партнеры конкурса. Медицинский центр «Варикоза нет». Сеть салонов «Оптик» «Симбирский взгляд». Магазин страхования «Вариант» и медицинский центр «Открытие». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова